Приветствую вас и думаю, что в принципе некоторые коллеги описали вам о том, что у вас зависимость любовная и это любовная зависимость в принципе достаточно, чтобы у вас были те проблемы, которые вот сейчас на данный момент имеются. Другое дело, что вы спрашиваете, почему вы хотите понять, почему вам так страшно. Дело в том, что, видите ли, во-первых, с вашим гражданским мужем, давайте для простоты я буду называть его ваш мужчина хорошо, так вот, с ним у вас отношения, ну, скажем так, достаточные вам с эмоциональной точки зрения, то есть вам нужно, чтобы он проявлял эмоции какие-то, и недостаточные с эмоциональной точки зрения опять-таки для вас, то есть вам нужно что-то большее. И в результате получается так, что вам нужна необходима реакция мужчины на вас, как отражение самой себя. Знаете, в социальной психологии есть такой феномен, когда человек, начиная общаться с другими людьми, начиная там взаимодействовать с ними и прочее, он вступая в контакт с ними и обмениваясь с ними знаками, видит в них отражение себя, потому что только через других людей мы можем понять самих себя. В социальном плане это и есть самопознание. И у вас, у вас проблема, которую вы не можете разрешить, она связана с недостатком. Вы чувствуете, что вот когда мужчина, ваш мужчина проявляет к вам реакцию, вы чувствуете, что вы ему нужны. Вы чувствуете, что вам, точнее, что вы ему не безразличны. И это вам необходимо. Необходимо чувствовать себя нужным. Причем, вы знаете, что ваш мужчина действительно в вас нуждается. И это дает вам ощущение надежности, ощущение стабильности, ощущение защищенности, может быть и прочее. И на вот этой основе вы можете строить что-то другое. Флирт с другими мужчинами и так далее. И поскольку у вас все-таки, я надеюсь, понятна зависимость, то давайте попробуем понять, почему она, откуда она у вас появилась, какова ее природа. Любая зависимость, это, во-первых, внутренний конфликт. Внутренний конфликт, который, как правило, имеет место еще до начала фактических условий для зависимости. Зависимость. Дальше. Зависимость определяется потребностью. То есть, у вас есть некоторая потребность, которую вы реализуете. Собственно, в чем суть зависимости? Зависимость как раз проявляется в том, что вам нужно удовлетворить потребность какую-то, удовлетворить свои желания. Но они удовлетворяются не полностью и удовлетворяются через человеческий фактор. В данном случае, через мужчину. То есть, вы достигаете определенного уровня удовлетворения своей потребности, но не делаете этого полностью. В результате, вам нужно вновь и вновь, значит, как бы сказать, пользоваться источником удовлетворения этой потребности. Но так как постоянно полностью удовлетворить ее у вас не получается. Думаю, наглядным примером здесь послужат наркотики. Там очень все довольно таки понятно. То есть, человек испытывает не только химическую зависимость, но и еще психологическую. А психологическая зависимость – это какая? Во-первых, направленность на результат, то есть, на получение наслаждения и удовольствия. А привычка, то есть, внутреннее осознание того, что только через этот путь в данном CLG, через вашего мужчину, вы можете получить то, что вам нужно. И энергия, которая нуждается в реализации у вас, она как бы привыкла находить свой выход только через этот путь, через вашего мужчину. Соответственно, нужно понять, какие потребности вы связываете с вашим мужчиной и постараться их удовлетворить. Значит, не через него. То есть, в обход него. Чтобы не зависеть в этом от него. И дело здесь, как вы, наверное, понимаете, не в любви. Дело здесь, как вы понимаете, в ваших желаниях. В ваших личных желаниях, не связанных с отношениями с мужчиной. Потому что чисто отношения с мужчиной в чистом виде, в узком смысле – это желание, безусловно, делать что-то для человека. И желание делать его счастливым. Но делается это человеком самостоятельным, сильным, таким, как вы себя описали. То есть, через акт свободного волеизъявления. У вас этого акта свободного волеизъявления нет. Потому что вы зависимы от него через свои потребности. И вот, как только эти потребности будут удовлетворены, как только вы привыкнете. Потому что, как бы, выделить эти потребности – одно. Это один шаг. Это первый шаг. Второй шаг – понять, как лучше их удовлетворить. Не через мужчину. Это второй шаг. И третий шаг – это, собственно говоря, формирование вот этого вот поведения, которое поспособствует тому, что вы будете удовлетворять свои потребности, и именно новым путем. Именно по-новому. На что потребуется время, потому что вы привыкли. Одним способом добиваться желания, а теперь вам нужен другой способ. И вот, когда вы будете другим способом добиваться желания, вы поймете, что от мужчины вы больше не зависите. И тогда будете свободны, и сможете от него выйти. Примерно так вам нужно поступать. Примерно так вам необходимо действовать. Примерно в таком направлении нужно двигаться. И, безусловно, вы можете сделать это самостоятельно при определенном уборстве, времени, терпении и так далее. Но вы можете выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним, если есть такое желание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Буду благодарен.